Здравствуйте! Мирного Христа и Господи Боге нашим! Аминь, 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 аминь. Добрый день! Как ваше ничего? Как ваше здоровье? Да слава Богу, живы! Аминь! Больше одного раза не надо говорить. Ладно, учту. Так, что хотели? Да хотел бы просто пообщаться с вами. Ну, по делу, если. У нас всё записывается, выставляется в интернет, вы не против? Я сказал, что вы – это Илья Пророк, вы – это Илья Пророк, я – это Енох, суть. Так, вы слышите сейчас, что вы не против, что выставляем в интернет всё? Не против, нет, не против. Хорошо. Вы – суть Илья Пророк, я – суть Енох. Я не говорю, что вы – именно Илья Пророк конкретно, но, может быть, нет, может быть, да, я не знаю. Просто я тоже могу сказать, что я – Енох конкретно. Но суть такая, суть вы – Илья Пророк, я – суть Енох. Так, подожди, ты что-то куришь, что ли? Я куру, папиросу, папиросу Потуши сейчас же Все, потушил, потушил А вам сколько лет? Мне 23 года Да-ка, зачем же куришь-то себя, гробишь так? Ну, оно полезно, табак Полезно Значит, 12 лет жизни отрезает, и последние годы будешь легкие выплевывать Понял, понял, курить больше не буду Будешь, будешь, не обманывай сам себя Если Господь поможет, только это очень трудно От курева умирает ровно в два раза больше, чем от алкоголя Но я не собираюсь долго жить Я не собираюсь, меня распнут Ну, Господь знает, как, ускорять не будем И вас и меня распнут Да Бог его знает Бог дает жизнь, надо ценить ее Надо ценить, согласен, согласен Паша живет в этом телесном храме, храм Да, это храм, храм Духа Святого Да Как у вас? Нигде не работаете где-то? У меня параноидальная шизофрения болезнь такая Я пью с одесски, чтобы не болеть Так, вы нигде не работаете? Ну, я в унастых собираюсь поработать, потрудиться в монастыре Вот из больницы выпишу Я еще не выписался из больницы, у меня воздух расправили А пенсию вам дают, пенсию? Пенсию дают, вечная пенсия у меня теперь, вечная А сколько у вас пенсия? Ну, там 7200, что ли, с копейками У вас одинаково такая же, как у меня, пенсия Ага Нет, если я от лекарств и от бесплатных откажусь, у меня будет 9 с копейками Вот тогда больше моего Тогда больше будет, да Будешь богаче жить Богаче, вот я и так богато живу, у меня все есть Всем Бог благословил Пасхальный сыр сегодня ел, вот, с утра Всем Бог благословил, всеми благословениями, мыслями и немыслими И семью мою благословил, и отца мою благословил, и сестру Сестра и отец, они сначала грешили против меня, а сейчас они против меня больше не грешат Я их грехи взял на себя, я их грехи взял на себя, взвалил на свои влечи и втащил к Богу И грехи всего мира я должен буду взять на себя и втащить их к Богу Чтобы спаслись все, кроме Ложица Харрока и Антикеста и их вихро с ней Грехи взять на себя может только Сын Божий, больше никто Я Сын Божий, Я Сын Божий, Я Сын Божий Иисус Христос И Я Сын Божий тоже Ну, мы в маленьком смысле, что мы от Бога родились, но грехи взять не можем Можем, не можем? Нет, не можем, мы за свои грехи даже ответить не можем Да, я посредник, я посредник между Христом, между Христом и людьми Я беру грехи людей на себя и отдаю их Христу Да нет, это неправильно, абсолютно неправильно Выброси из головы это Ладно Господь говорит, нет иного посредника Один Христос, один Понял Это лукавый сатана вам намешивает в голову Не спорь только, не надо Иначе на этом свихнешься и погибнешь Понял, понял Сихи может брать только Христос Они так, царь, искупитель, придумали эти цари-божники Их высмеивает профессор Осипов Да, да, да Ну видите, у меня глаза радостные, вы видите, у меня глаза радостные Ну хорошо, слава богу Так, когда что подсказываю, вы на нашем ютубе-то часто бываете? Сейчас, последнее время не часто, раньше часто бывало, последнее время не часто У вас все время много роликов выходит слишком Не хватает времени все рассмотреть А ну-ка давай вместе со мной повтори Не хватает времени раздельно говори Не хватает времени все посмотреть Вот у вас лучше получается, не спешите говорить быстро Да, это у меня из-за таблеток, побочный эффект от лекарств Так, послушай, подожди, Николай А зачем же таблетки-то глотаешь-то? Это же вредно Не надо, надо, нет-нет-нет, у меня без таблеток я сумасшедшие делаюсь Без таблеток я сумасшедшие делаю, без таблетки бить надо мне Не знаю, ведь я вот знаю людей, которые у нас были Приезжает девчонка, ну она лет 13, такая рослая В лагерь привезли, у нее куча таблеток И при том признали у нее, кажется, рак этого позвоночника Подозрение очень сильное, она как полотно белое Я сказал, я в лагерь привожу, если таблетки все выбросите У нас лагерь не оздоровительный, трудовой Она поехала, уже в футбол играла Ну вы пришли к Богу путем праведности А я пришел к Богу путем греха Я совершил всеми грехами, которые можно, совершить и нельзя И раскаялся в них Вы пришли к Богу путем праведности Нужен один праведник, один грешник Чтобы сделать безмолвствующим всех остальных Так, а ну-ка скажи, как болезнь называется, медленно, чтобы я расслышал Параноидальная шизофрения Параноидальная Ну, поэтому из этого выходи так Слово Божие читай и никуда Табак выбрать сегодня же Слово Божие, я его читал, читал, читал Я им зачитался, я его практически наизусть все знаю Я его боюсь читать Боюсь эту книжку открывать А у вас давно это состояние такое? Или с детства такое? С детства такое, с детства Береги себя, Николай Бог спросит тебя по твоему ранжиру Сколько ты знаешь Но только не кури и никогда никакому греху не прислоняйся Проси Бога Посты соблюдай Постом и молитвой дьявол изгоняется Ладно, буду простить Бога, чтобы завтра не от курения Да Поститься я пощаюсь, поститься я пощаюсь Я даже в больнице лежал, постился В больнице можно не поститься А я в больнице весь день выпранил 10 дней на хлебе и воде сидел А больным можно не поститься в больнице А я весь день выпрастиел батюшки За рукавлудия И 10 дней на хлебе и воде сидел Видишь, какое дело? Вот когда человек хозяин квартиры Он заботится, чтобы крыша не протекала В окна не дуло А когда квартирант, слушай внимательно, а квартиранта у разницы нету, поэтому Бог, он передвинул кровать, пошел на другую, вот так сатана, он заходит в человек, он квартирант, дал ему табак, дал ему наркотики, погубил, в другого зашел, а Господь хранит человека, это его храм, его, мы храм Бога живого, и поэтому за каждое слово отвечать придется, за каждую папиросу отвечать придется, не надо это, просто помолись Богу, чтобы, скажи Господи, прости, больше никак не буду. Господи, прости, больше никак не буду, помоги мне, Господи, справиться с папиросом, вот эту бачку только докурю и больше не буду, вот эту бачку только докурю и больше не буду. Вас наркотикам не тянет нигде? Нет, наркотикам никаким не тянет. А с водкой, с выпивкой? Нет, нет, все отлично. Ну вот, значит, слава Христу, за это Бога прослав. Многие в вашем возрасте уже потребляют это. Я знаю, знаю. Это никуда не годится. Слава Иисусу Христу. А многие из алкоголиков в Царство Небесное вводят. Мне вот открыто, кто в Царство Небесное вводит, а кто не вводит. У меня в мужское вводит в Царство Небесное, мать вводит в Царство Небесное. Дальше. Если крестишься хорошо, у тебя совершение крестного знамени... Вы меня учили, вы меня учили. Да. Я ваш совет испорил. Когда я Христа встретил, я первый вопрос ему задал. Это что я могу судить? Он мне любовью и милостью меня облазал. Да, если я вам спросил. В человеке должно быть все чисто. И одежда, и тело, и душа, и мысли. Это так? Это он так. Дальше я стал дорыскать. А что важнее всего? Важнее всего мысли. Вот. Доискался. А потом я подумал, что стану таким же, как Христос. Стану таким же, как он. И тут для меня Христос говорит. У-у-у! Кому-то. Чего, мол, задумал такой, ты? Человеческо, жалкий. И я такой. Господи, Господи, удалить от меня любовь свою. Только вы мне не возгордиться. Только вы мне не возгордиться. Только вы мне не возгордиться. Вот. А Сталин, он святой. Сталин, он святой. На Сталина вы не гоните. Сталин, он святой. Он святой божий человек. Он архиерей. А почему бреешься? Ну, вот побрился в последний раз, потому что хотелось побриться. Не надо хотеть. Ты посмотри, Николай, посмотри на иконы, на Христа, на святых апостолов. Бриты это безбожники только, это сатана так делает. Понял, понял, не дурак. Больше никогда не делай так, бритву уничтожь просто. Ты по-малому отгребайся, отгребайся от этого, как Златоуст говорит. Сегодня одно забудь, завтра другое. Сейчас с шажочком, с шажочком потихонечку победил. Да, 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 да. Хорошо. У Бога всегда так, у него постепенно всегда победа приходит, постепенно, я заметил. Хорошо. Постепенно чудеса творятся, сейчас чудеса творятся, я руки могу возлагать на больных и исцелять их. Но постепенно, допустим, исцелила мать, она на следующий день только поправилась. А у вас родители с вами живут? В туалетах, да, родители с нами живут, мать с нами, отец не с нами. А у вас братья и сестры есть? Сестра есть старшая. Есть сколько? 25. А она нормальная? Нормальная. И родители не болели этой болезнью? Матери было шизоид, мать была шизоид, немножко схожая. О-о-о. Шизоид. Неужели это наследственно так перешло на вас? Наследственно передалось, да, 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 да. Но ты себя береги, потому что с тебя спрос такой же будет. У меня спрос огромный, с меня спрос самый большой, ни с кого, ни с того спроса нет, как с меня. Потому что я знал Христа и грешил. Я знал Христа, точно знал, что Бог есть и грешил. С меня спрос будет огромный, с меня Бог спросит, я не знаю с кого. Господи, помилуй и благослови. Господи, помилуй и благослови. Аминь. Аминь. А так ты, когда местописание читаешь, ты можешь запоминать, что прочитал? Да, я запоминаю, я с вами целое описание. Вот я когда... Скажите, как вам стихописание, я продолжу. Ну давай, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Скажите его, начните. Он начнет так. Заблуждаетесь, а исследуйте Писание. Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечно. А они свидетельствуют о мне. Да, а теперь в Матфея 22, 29. Христос Саддухеем сказал, заблуждаетесь, не зная Писания. И Писание, и ни Силы Божьей. Правильно. А теперь Аптимопеев, он говорит так. Вникай в себя и в учение. Сим спасешься. Занимайся сим постоянно. Сим постоянно. И так поступаешь. И через них жизнь, пока не пойдет утренняя звезда, доходя не пойдет звезда в сердцах ваших. А это в другом месте, это маленько не так. В другом месте, но смысл такой же. Ну да. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. И так поступаешь, спасешь себя и слушающих тебя. 1 Тимопеев 4, 16. А вот теперь Откровение. Прочитаем 3, 20. Стою у двери и стучу. Когда кто отворит в ней, жду, когда отворит в ней. И когда отворит в ней, буду вечерять с ним, он с отцом моим будет вечерять. Ну, я не точно, но смысл такой. Похоже. Хорошо. Ну, хорошо. Слава Господу. Благодарю Богу. Вот там в Откровении сказано. Вышел всадник. Имя ему, Слово Божие. Без греево написано. И так, в случае, Господь Господь, я там мне. Я всадник на белом хроне. Вот если вы будете жить по-христиански, то кто вас исследует, профессората, они будут очень удивляться, как вас Бог наградил знанием Писания. Да, 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 да. Я Писание сейчас вообще не открываю. Я его боюсь открывать. Нет, 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 нет. Это от дьявола. Господь говорит, вникайте, занимайся с ним день и ночь, дабы в точности исполнить. Понял. Я буду слушать ваши, вы зачитывали Писание. Я буду слушать ваши. Вот этот ролик я выставлю через дней 10. И ты его увидишь, и вспомнишь, что я говорил. Это книга Иисуса Новин 1.8. Книга Сиада не отходит от вас. Сатана во мне большую часть имеет. Он во мне, и за кубер моего, он во мне большую часть имеет. У меня даже глаза не светлые, как у вас. Это мощно определить. Так, а летом ты две время проводишь? Летом? Пока не знаю. Я планировал в монастыре поработать, потрудиться. Хочу монахом стать имени Михаила. Меня там принимают? Примут. А тебя в монахи-то примут? Монахи не знаю. Ну, может, не раз примут. Не примут они. Думаете, не примут? Я думаю, не примут. Потому что, ну, они тогда будут смеяться. А ты не делай этого. Тебе лучше не соваться к ним, чем отказ получить. Ты огорчишься. Они будут думать... Да ничего страшного. Нет, я не огорчаюсь. Я не огорчаюсь ни на что, ни на кого. Я вообще не... Ну, это так будет. Я знаю, как они скажут. Такого прими, да и так понятно. Тебя в армию не возьмут. И скажут, а монахи... А почему ты не взяли? У меня плоскостопие третьей степени. У меня в армию уже не взяли. А так, глядя на вас-то, все будут думать. А то, наверное, монахи такие придурки и есть. А им зачем это? Пускай думают. Солкаем предковение и камень соблазнов. Пускай думают, человек. Пускай не поздняются. А это... Не надо. В монастыре поживи. Помогай монахам. Там хорошие есть люди. Да, да, да. Помогай. Ты можешь работать там? Таскать, там что-то копать? Могу, могу, могу. По-немножку, по-немножку. Ну и молись пока, чтобы тебе Господь открыл. Хорошего монаха дал в руководство. Да, но только я не могу стоять в молитве, в окно висе. Я так не могу молиться. Только можешь. Возьми табуретку, посиди. Но только молчи, никогда не разговаривай в храме. Да, да, да. Ни одного слова. В храме может только говорить, кто имеет на это разрешение. Да. Да, хорошо. А у вас кто-то знакомый есть такие, вашего возраста? Кто-то приходит к вам? Да как-то нет никого. Ну, понятно. Мирские-то люди, чего будут подходить-то? Ну, интересно. Конечно. А ты про себя держи так, потому что с тебя и спрос такой. Я знаю, с меня самый большой спрос. Я наехать принял. Есть такое выражение. Вот так говорит, Бог спросит, а льготу имеют только идиоты. То есть с них и спрос такой. Я льготный. Я льготный. Вот только ты льготный. Я льготник. Я тебе это говорю, ты на меня не будешь обижаться-то? А, чего? Ну, вот я говорю что-нибудь. А может, что-то не понравится, ты возьмешь за ней. Я не обижусь. Я не обижусь. Я вообще не обижусь. Я никого не обижусь. Даже если меня били, все говорили, если меня били, обзывали, оскорбляли. Я вот это тоже оскорблял. Но я никогда никого не обижался. Себе я ничего не держу. Вот сейчас только кончим, говорит. Ты табак дома найди, весь истреби и больше руками не прикасайся. Порви его. Прямо сейчас. Прямо сейчас. На уровне головы держи его и просыпь, разорви, а потом подметешь. Ну, я не смогу сразу бросить. Может, не надо. Я лучше попозже постепенно вошу. Нет, нет, только сразу. Постепенно не бывает. Я, говорит, из воды тонет человек. А я постепенно, сегодня, говорит, сантиметр, завтра сантиметр. Ладно, ладно, ладно. Все, вся грусть и горила, все. А я и к деду Рафаилу отнесу, к старту Рафаилу. Он курит, в больнице живет. Надо давать, нельзя к никому. Не делай ближнему того, чего себе не желаешь, написано. Ты что не делаешь? Ладно, ладно. Разве это можно? Убийство давать? Это яд. Это наркотик слабый. Нет, это хорошие сигареты. Это хорошие сигареты, буберосы. Это невразмоленные. Это исключительный табак. Это хороший яд. Хороший яд, да. Все, изорвался, буберосы. Ну все, больше в руки не бери, скажи. Отойдет, татана. Он будет, говорит, это же нет. А ты стань, ты начни гимнастику делать, на руках подтягиваться. Да, 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 да. На руках вот подтягиваться. Я подтягиваться не могу ни одного раза. Пытаюсь, 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 и не буду подтягиваться. Мне надо, чтобы я разморал подтягиваться. А у тебя голова не кружится, когда ты идешь? Нет, не кружится, все. А если на табуретку ногами встанешь, голова не закружится? Не закружится, ни капли. Лучше не становись, не надо. На лестницу не лазь нигде. Один не купайся нигде. У тебя внезапно приступ будет, и ты сразу пойдешь, как топор к дну. У меня приступов не бывает. У меня приступ он такой. Как бы, я дурной восстановлюсь. У меня нет такого, чтобы приступ стал. И что, сколько скурил это? Изорвал. А? Изорвал. Да? Я больше курить не буду, все. Да, все, господи. Давай. Жалко туда, и чтобы не жалко. Нет, дедушка мой был. Сколько ему лет? Ему 72, 73 или 72, 72. А мне 78. Твой дедушка моложе меня. Я знаю, но вырастет намного старше. Ну вот через полтора месяца у меня будет 79. Вы еще долго живете, вы еще долго живете. Мы с вами еще антихриста обличать вместе будем. Я его знаю, я его видел антихриста. Я не знаю, я не знаю. Он лично видел антихриста. Он похож на Иисуса Христа внешне. Голубоглазый, светлые волосы. Такой красивый. О родителях своих только хорошее говорит. Он помазник Божий. Он царем будет в нашей земле. Но я его оттуда выпну, и я стану царем. Господь меня сделает царем. Не дай Бог, конечно, когда придет и остается. Святые говорили, что даже и мы бы не устояли. Какие будут казни придумывать? Угу. А это вы что пьете? Что там такое? Лимонад дай пять. Да ты, я тебе скажу, лишний лимонад не пей. Везде добавлено, что желудок разъедает. Простую воду пей. Ну, понемножку можно. Понемножку можно. А ты опять споришь со мной? Ну, я спорю. Вы слишком категоричный во всем человеке. Понимаете, по-другому никак. Господь говорит, когда вы слышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Ладно, ладно. Сейчас еще к тебе левну разочек и больше не буду. Нет, лучше не пей. Себя попробуй. Больше не... Закрути обратно. В разочек левну. Ничего с тобой не сделаешь. Ты и курева так же вернешь назад. Нет, не верну куреву, не верну куреву. Я и взорвал сигареты. А у меня больше нет таких раих вез. Они стоят везут. Если будешь курить, тогда только через год ко мне зайдешь. Ладно. Если ты курить не будешь, то можешь через два... Нет, сейчас скажу. После 10 октября я скоро уезжаю в деревню. После 10 октября. 10 октября себе запиши. Потому что мы лагерство расформировали. Теперь мы в деревне. Люди приезжают с родителями, дети. Я на Татаусте читал. Очень нравится увещание к чёдру падшему. Очень нравится. Он говорит, даже если ты согрешишься теми самыми страшными грехами, и так далее, скажу тебе, не отчаивайся. Да. Очень нравится. Вот Нил Синайский говорит, согрешить – дело человеческое. А отчаиваться – дело сатанинское. Да, да, да. А я ведь отчаивался. Я мучил любовью Божией. Я ваду бывал. Самым настоящим ваду. Мучил любовью Божией. Сердце мучилось Божией любовью. И знало, что это будет весной, и никогда не кончится. И мучился, и мучился, и мучился, и мучился. Это за грех против ближней воли. И мучился. И два дня я мучился. И потом я уже подумал, наверное, я антихрист. И меня эта мысль усладила. И мучение прошло. Но вот Господь меня сейчас начал разумлять потихоньку. Так, 10 октября, да? 10 октября мы должны вернуться назад. Хорошо. А вы 10 октября... Если курить не будешь, то числа 12-го можно позвонить будет. Только заранее сначала внизу напиши. Да, да, да. Я такой-то. Зря не стучать. Потому что если у нас занятия идут или с кем-то, сейчас ты звонил. А у меня в это время была беседа с одной женщиной. Простите, простите. Я не знал. Но я говорю, что... Бывай я иногда занят. Хорошо, конечно. Вы тоже не звоните в любое время. Так, вот еще... Больше ничего нет вопросов-то? Никаких? Да больше никаких вопросов нет. Все, давай расставаться. Пока. До свидания. Давайте. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Обзаним святым приветствую зло. Богу нашему славу в веки веков. Аминь. Встань на ноги, давай помолимся. Или сиди и так. Давай, давай. Господи, благослови Николая. По воле Твоей Святой даруй ему добрый разум. Удали от него эти грехи, чтобы имя Твое Святое прославлялось через него. И ближних и дальних расположи к нему. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Да благослови Тебя Господь. И вас благословит Господь. Всем благословит Авраама, Исаака и Иакова. Все, все, выключайте. Сейчас, друзья.